То, пан Анатолиев, вы были в Хельсинской спинке и всюду, вы были и зараз, залишаетесь борец за Украину, за ее неподлеглость. То скажите, что только что я брав интервью у людины, которая была с Питковеля и которая казалась, что было тертя между польскими АК армией, войскими польскими и украинскими УПА. Была большая, а я уже террас не говорю, тортя, а просто жижня была страшная, ризня. И что вы скажете по этому поводу, что террас сейчас нужно больше объединяться и закопать эту войсковую гармату, которая уже снищена в середине, как Украину, так и Польшу. Как Польша сейчас в Багни, Тусковский, Комаровский и всякой там вселякой Багни, так и мы сейчас в Багни, Януковский. И нужно уже что-то делать с этим, потому что на этом используются только те силы, комуно-фашистские, которые всю Багнюку все распаливают. Мы с нами. Можно говорить? Так, скажите. Значит, я голова Харківского товариства політичных вязань и репрессионных. Значит, сегодня в Харкове произошел святочный такой день, свято покрови Божией Матери, яка є покровителем украинского народа, козацтва украинского. И украинской повстанской армии. И украинской повстанской армии. Без котрей не было и незалежной Украины. Ну, не только без нее, но и великой. Я скажу. Значит, я не скиллый, чтобы мы весь час глядалися и смотрели в колечное минулое. Из давних-давен у нас в Польше были и добрые отношения, были и негаразды, были противостояния. Но наши народы уже прошли, оценили соответствующим образом и в том числе оценили належным образом и пошли на понимание, взаимопрощение за часы президента Ющенко и польского президента Квасневского. Значит, мы є братскими народами, славянскими народами. Справді славянскими народами. Древними славянскими народами. И христианскими, поэтому нас намного больше объединяет нашему спильному и перспективному надалее. Что касается европейской ориентации, поляки нам помогают, спасибо им, и мы будем и вдячны, и разом с ними в Европейском Союзе, в нашем спильном доме. И главное, чтобы не распаливать... Мы тут не распаливаем. Больше того, мы налаштованы на то, чтобы с поляками дружить на всех уровнях. Это наш братский народ. Набагато братский, чем то, что мы имеем. И мы пильнуем, так, мы будем пильнувать эти силы, которые распаливают, и не давать им это делать. Ну, конечно, тут нужно спильно... Как в Польше, так и тут. Мы не можем это сказать против тех, которых считают ризниками, мясниками, бучалами, которые ризали, ризали, ризали. Мы тоже со своей стороны не можем сказать, что это были богатыри, это были герои. Так и с другой стороны. Пане, я что скажу, относительно этих, значит, тих Волинских там подій, которые были в Другое святое войну, под, значит, сам армией Крановой, там и иначе... Я читал документы, значит, это второй том материал Шухевича, и там наводились данные про переговоры между армией Крайовой и УПА, про, значит, прекратить конфронтации и общие действия. В каком это уже годы? Это было где-то в 44-м году. Наприкінці, когда уже после ризни, ризни. Да, 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 это уже после того, как уже были эти события, и, значит, переговоры, и они пришли до порозумения. Висновку, так. Да, и я думаю, что эти оценки, которые были даны за президентство Ющенко и Квасневского, это основа для нашего. Это взаимопрощение, доброзичные отношения, доброзичные и, как сказать, по-людски, гуманитарные наши намеры и желания. Тем более, что с 45-го года УПА и АК разом боролись, разом боролись против этого Комуняка. Да, да, да. Кремля и КГБистов, ФСБшников Москвы. Там никакого випадка не было. Все было организовано, подстроено и передавалось, значит, и в интернете было про то, что там достреливали в тех, кто еще живый был. Так же считают, что польские патриоты, с которыми мы сейчас тоже співпрацюем. Ну, так и добре. Я за то, чтобы украинцы співпрацювали с поляками, с патриотами польскими. Но, я вам скажу так, между нами весь час вытекаются некоторые провокаторы. Вот сейчас, когда-то там было, где-то в Польше, организовал какой-то польский жена, организовал выставку, будь то, что злочинь, УПА. А выясняется, все это фотографии, которые им надали КГБисты. Ну, это театр, который... Да, а теперь тут, в Харкове, есть такая фашистовая организация путинского грибов, ядовитый, которые, значит, повсюджают эту выставку, значит, по Харкову, значит, наши протестуют, там ее, значит, взрывают, они восстановят весь час дело. Тобто, им... Розпалюют Ворожничу, розпалюют Резню. Москва зацикавлена, чтобы не было единства между украинцами и поляками, между украинцами и другими славянами, между украинцами и европейскими народами. Чтобы мы целый час один другого рубали. И мы за то, чтобы мы ишли в Европу, поляки, помогайте нам. А мы с вами будем. Дякую, 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 бардо, поздравим, поздравим, пане, всем слабое, всем слабое, всем слабое.